можно ли общаться с душами умерших людей через гипноз меня зовут никита бурлаков и я гипнолог и я провел уже сотни сеансов общения с душами у умерших людей я делаю это как индивидуально погружая человека и делая встречу его с душой определенного родственника например либо также более часто я это делаю через слипера так называемого слипера контактера которого я готовлю по специальной методике и он уже получает доступ к миру душ заходит в определенный уровень мира душ и находит там определенную душу для общения также мои выпускники уже многие из разных стран это давно уже делают давайте я вам объясню как это делается для начала надо разобраться что такое душа и что собственно с ней происходит после смерти смотрите каждый из нас это энергоинформационное поле то есть это душа которая находилась изначально на одном из уровней мира душ там уровне мира душ это отдельная тема и у каждого из вас есть высшее я высшее это 25 процентов энергии вашей души и 75 процентов оставшиеся они спускаются сюда тело биоробот воплощаются сюда на землю с определенной программой чтобы пройти ее набрать определенный уровень энергии вибрации выполнить успешно свою программу и затем а пройти обратно на воссоединение с высшим я чтобы продолжать следующее воплощение уже дальше так вот что происходит по сути с душой после смерти как ее потом там найти первые несколько дней она как правило находится у тела да то есть она не покидает особо далеко территориально это место то есть первые три дня скорее всего особенно если душа неосознанно находится около тела затем в течение 10 дней ей подходят наставники подходят родственные души родственники которые уже умерли и дают ей понять что да ты уже перешла в иной мир да зачастую даже мы когда подлетаем со слипером к душе и говорим друг ты уже перешел вот смотри здесь зачастую в авариях особенно да когда люди умирают вот раскореженная там машина лежит да они даже не понимают что они перешли у нее сознание еще души не включилась но затем она постепенно включается и задача души первые 40 дней она набирает определенные вибрации в энерго информационном поле земли чтобы на сороковой день пойти так называемый 16 уровень совет мира душ и там более опытные души оценивают сколько набраны темной энергии сколько процентов набран светлой энергии и собственно перемещают душу в процесс чистки да этот процесс занимает от 4 до 10 лет и душа начиная с первого или второго уровня если там меньше набранной процентов темной энергии проходит этот процесс чистки которые с ней работают учителя она избавляется от темной набранной земной энергии замечается эта темная набранная земная энергия на светлую, космическую, и через 4-10 лет, в зависимости от сколько там она шашкой голов нарубила, да, казаки из предыдущего воплощения, много очень темной энергии там души к нам приходят, добирают, бывает. Она, собственно, воссоединяется, наконец-таки, со своим высшим Я. Так вот, когда мы общаемся с душой, мы прежде всего должны понять, сколько лет прошло, если то 40 дней с душой можно спокойно общаться, да, потому что она находится в энергоинформационном поле Земли, соответственно, слипер по специальной методике гипноолог погружает и находит эту душу, и с ней можно пообщаться, да, особенно, когда поисковые работы мы делаем, да, мы не понимаем пропал человек или он уже в мире душ, вот мы смотрим как раз-таки. Дальше, когда начинается процесс чистки, то есть это с 40-го дня и 4 года там иногда до 10 лет, на самом деле не рекомендуется душу ну, лишний раз беспокоить, потому что у нее свои процессы, у нее процесс чистки, естественный для душ, да, и ей есть чем заняться, да, то есть это такой процесс, когда мы не особо любим подлетать к душам, потому что душ, они тоже берут же энергию за общение, то есть слипер, он предварительно заканчивается энергиями, вибрациями, и мне приходится в течение сеанса иногда 4 или даже 5 или 6 раз даже слипера выдергивать обратно в личный путь, заканчивать его энергиями, вибрациями, чтобы, ну, он хотя бы там 10-15 минут поговорил с душой, то есть это накладно очень выходит по энергиям вибраций, поэтому можно пообщаться с высшим я, да, то есть оно не так много энергии потребляет, ну, минимально, да, то есть это уже высокий уровень души, как правило, либо дождаться 4-10 лет и там уже пообщаться, это что касается слипера, да, он не родственная душа, той душе, с кем он хочет общаться, например, там, мы общались там с душой Рахманинова, да, мой любимый композитор, считывали там технологии по творчеству, да, с Бехтеревой, наши выпускники, вот технологии, да, с Натальей общались, да, можно общаться с душами известных также людей, но это души не родственные, то есть это не наши родственники, поэтому есть энергообмен, да, то есть мы определенные энергии, вибрации специально закачиваем слиперу, чтобы произвести этот диалог, да, определенные подготовительные процедуры. Если же это родственная душа, да, то есть это ваши близкие родственники, которые ушел в мир душ, то если вы именно сами грузитесь, да, когда вы прошли определенное, конечно, обучение, нужно для этого знать методы, раскачку определенную, экстрасенсорики пройти, и дальше с вас именно, если вы погружаетесь, да, и общаетесь с ним, то, конечно, там уже не будет такого, ну, съема энергии, да, почему? Потому что вы родственные души. Это нормально, да, то, что души берут определенную энергию, да, мы, поэтому очень важно, вот многие разными методами делают, очень важно закачивать перед сеансом нужный уровень энергии, вибрации слиперу для общения, да, потому что, если это люди не делают, они работают на своем жизненном ресурсе. Наши же выпускники, да, уже вы можете посмотреть, их огромное количество цветут и пахнут, поэтому никаких проблем в этом плане нету, и тоже у многих людей есть предубеждение о том, что общение с душами – это нечто такое неправильное. Нет, друзья, душа, и очень важна ваша энергия, ваше внимание, ваша память о ней, да, то есть это когда вы благодарите душу, да, вспоминаете своего близкого какими-то хорошими словами, да, лучше всего, если вы свечки ставите, да, то есть свеча – это энергия, во-первых, стихия огня, во-вторых, это ваш энергетический посыл благодарности, это все идет как положительная энергия, положительная вибрация в сторону этой души, да, и многие там известные души, да, которых много людей вспоминают с благодарностью, да, главное с благодарностью, а не с негативом, да, они набирают, продолжают даже, да, после воплощения набирать высокие энергии вибрации, тем самым поднимаясь по энергиям вибрации в мире душ. Поэтому, друзья, общаться с душой – это нормально, так же, как и мы с вами общаемся, мы переходим просто в другое агрегатное состояние, в другое измерение, да, на самом деле, если вас покинул близкий человек, друзья, мы уже много раз общались с душами, они говорят, мы на расстоянии мысли от вас, вы у нас как на ладони, мы никуда не уходили, да, просто для вас есть иллюзия здесь на земле, иллюзия покинутости, оставленности, вот эта пустота в сердце, да, но душа, она здесь, она рядом, она готова общению с вами, если вы готовы, и если вы тоже готовы выйти на другой уровень, понять, что вы общаетесь с душой, в прошлых воплощениях, кстати говоря, она, если она в этом воплощении была вам, например, с сыном или дочерью, в прошлом воплощении она могла быть, возможно, вообще не воплощаться с вами, или быть вашей там бабушкой или сестрой, да, то есть там таких вот этих родственных связей уже нету, да, душа как по мере того, как она поднимается все выше и выше, она уже больше становится не личностью какой-то, да, а именно душой, англомератом всех воплощений, да, когда она высоединяется с высшим я, это вот сто процентов этот процесс заканчивается. Поэтому, друзья, сегодня технологии позволяют связываться с душами, и я бы так сказал, что грань даже между физическим миром и энергетическим, она все больше и больше стирается, люди начинают уже между этими двумя мирами больше взаимодействовать, то есть они уже становятся более энергетическими существами, в чем, собственно, заключается эволюция нашей души в третьем измерении, ну и переходя в пятое. Спасибо. Так. Спасибо. Спасибо.